Здравствуйте! В эфире новости на Уркен Медиа. О событиях к этому часу расскажут наши журналисты и я, Виктория Буханцева. Коротко о главных темах. По закону, балхашскую предпринимательницу оштрафовали на 200 тысяч тенге и лишили лицензии на продажу алкоголя. Реализовав банку пива несовершеннолетнему, нарушил требования закона. В пешеходной дорожке в Балхаше выложат 14 тысяч квадратных метров брусчатки. На 7 тротуаров в городе выделено порядка 100 миллионов тенге. Приемная комиссия, где можно получить бесплатное образование и сколько грантов, выделили в колледжах Балхаша. Студенты получают стипендию. Штрафом в 200 тысяч тенге и лишением лицензии на продажу спиртных напитков наказали предпринимательницу Балхаша. В магазине жительницы города продали алкоголь несовершеннолетнему. В марте этого года в торговой точке на улице Спицыно продавец отпустил банку пива несовершеннолетнему парню. После покупки в магазин наведались правоохранители. На владелицу завели административное дело. Оказалось, подобное нарушение предпринимательница уже допускала в апреле 2018. Ее тогда оштрафовали на 67 тысяч тенге. С момента первого штрафа не прошел год. За повторный проступок наказание строже. Бизнесвумы назначили штраф больше 200 тысяч тенге и лишили лицензии на алкогольную продукцию. Реализовав банку пива несовершеннолетнему, нарушил требование закона Республики Казахстан о запрете реализации алкогольной продукции лицам в возрасте до 21 года. Постановлением суда правонарушителю назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 202 тысяч тенге с лишением государственной лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции. Жители Акмолинской области задержались за перевозку рыбы без разрешительных документов. Две тонны улова мужчина приобрел в Балхаше. Во время рейда на трассе Алматы-Екатеринбург полицейские остановили козель. За рулем был 36-летний житель Акмолинской области. В салоне машины правоохранители обнаружили 50 мешков рыбы – беж, жерех, сонг, сазан, судак, змееголов – общим весом больше двух тонн. Водитель пояснил, что рыбу приобрел в Балхаше у неизвестных лиц. Никаких разрешительных документов у него не было. Заведено уголовное дело. Теперь мужчине может грозить штраф в больше 750 тысяч тенге. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Назначенные соответствующие экспертизы проводятся досудебные расследования. На городском пляже жители Балхаша увидели змею. Рептилия плавала в воде вблизи берега и попала в объектив камеры очевидцев. Это видео появилось в мессенджерах и социальных сетях накануне. По кадрам видно, что происходит все на городской набережной. Вблизи побережья в воде плавает змея. Хладнокровную рептилию не смущает отдыхающий, и она выплывает на берег. Мы загорали на городском пляже, и как кто-то из людей, отдыхающих, закричал «Змея! Змея!». Она выплыла на берег с волной вместе. Пряталась, выплывала. Видели почти все отдыхающие, кто был на берегу, и дети, и взрослые. Но как бы никто не боялся. Все подходили близко, смотрели на нее. Как пояснил герпетолог Арагандинского зоопарка, это водяной уш. В народе его называют шахматной гадюкой. Для человека он безобиден. Морда водяного уша по сравнению с обыкновенным – более заостренная. А по бокам головы нет желто-оранжевых пятен. Из-за этого его часто путают с ядовитыми змеями, такими как обыкновенная и степная гадюка. Основная пища водяных ужей – рыба. Змея не может проглотить пойманную добычу под водой, поэтому выплывает на берег. В этом году в Балхаше выложат 14 тысяч квадратных метров брусчатки. Новые тротуары появятся на семи улицах города, микрорайона Конрад и станции Балхаш. Специалисты подрядной организации уже установили около 400 метров поребрика на улице Зайцево в Конраде и приступили к работе с брусчаткой. Покрытие уложат на отрезки в 200 метров. За счет экономии средств участок планируют увеличить. Новые тротуары в микрорайоне сделают на трех улицах. Работы на Алтенцарина уже закончили. Следующая на очереди – Балхашская. В Конраде по сметному расчету заложено у нас около трех тысяч квадратов брусчатки. Получается, улицу Алтенцарина уже практически всю закончили. Остались мелкие штрихи. И по двум улицам – улица Зайцево и Балхашская начаты работы. Рассчитываем до середины месяца все закончить. В этом году в Балхаше выложат 14 тысяч квадратных метров брусчатки. Покрытие появится на Уалиханово, Рыскулово и Желтоксан. На трех улицах микрорайона Конрад и на центральной дороге на станции Балхаш. Работы выполняют три бригады, а это около 20 человек. Закончить по графику должны до конца августа. На числа 10-го, 15-го июля планируем начать работы по улице Желтоксан. Параллельно начнем по улице Уалиханово. Потом перейдем на Рыскулово и тротуар еще один есть у нас, станция Балхаш. Станция Балхаш начнем, скорее всего, в августе, в начале августа, потому что там запланированы работы коммунальными службами. На семь тротуаров в городе выделено порядка 100 миллионов в тенге. 133 балла набрал карагандинский ученик на ЕНТ. Это наивысший показатель по области. В регионе подводят итоги тестирования. Всего в Карагандинской области ЕНТ сдавали 5000 выпускников. Около 300 из них из Балхаша, Актуга и Приозерска. Самый высокий балл в регионе 133 у ученика карагандинской школы Дарын. На один меньше набрала выпускница из Жесказгана. Минимум в регионе 10 баллов получила Жесказганская выпускница. У одного школьника из города Каражал результаты тестирования аннулировали за использование мобильного телефона. В Балхаше средний балл составил 65,2. Максимум 126 баллов из возможных 140 набрала выпускница 15 лицея. Минимум составил 24 балла. По области на апелляцию подали 21 заявление. Положительно рассмотрены 4. Стоит отметить, что рейтинг лучших школ по итогам ЕНТ теперь составлять не будут. В 2018 году министр образования и науки Ерлан Сагадиев засекретил списки. Колледжи Балхаша набирают абитуриентов. В семи учебных заведениях работают приемные комиссии. На выбор больше 30 гуманитарных и технических специальностей. Где можно получить бесплатное образование и сколько грантов выделили в Балхаше в этом году, узнавали корреспонденты Оркенмедиа. 20 профессий на выбор школьников предлагают гуманитарно-технический колледж. В этом году в список включили финансы. По 12 специальностям выделили гранты. Абитуриенты могут претендовать на одно из 280 бесплатных мест. Обучение на платной основе обойдется в 150 тысяч сеньгей ежегодно. Юристов, бухгалтеров, пожарных инспекторов и строителей готовят в многопрофильном колледже. Всего 11 специальностей. Обучение длится от 2 до 4 лет на базе 9 или 11 классов. Платное отделение стоит от 120 до 140 тысяч сеньгей. Гранты в этом году выделили на 4 профессии. Бесплатное обучение у нас под специальностью пожарная безопасность, защита в чрезвычайных ситуациях, организация дорожного движения и вычислительная техника и программное обеспечение. Всего 60 грантов. Получить их можно, набрав максимальный балл по экзамену в августе. Бесплатно выучиться предлагают в колледже сервиса. За три года здесь можно получить диплом повара, кондитера, радиомеханика, парикмахера-модельера и туристического агента. Приезжих студентов обеспечат бесплатным жильем и питанием. В группах республиканского обеспечения студенты получают стипендию вне зависимости от своей успеваемости. А в остальных группах все студенты, которые обучаются на 4 и 5, получают ежемесячную стипендию. Получить образование за счет государства приглашают в колледже имени Рахмужана Кошкарбаева. 20 грантов можно получить в колледже актуального образования. Для медиков в этом году выделили 75 квот на обучение. Прием документов во всех колледжах города на очное отделение ведется до 25 августа. На заочное до 20 сентября. Акмурал Кладбекова, Сергей Кисибаев, Оркинмедиа. На сегодня это все новости. Следующий выпуск в эфире завтра в 20.15. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова